Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube канал. Я рада вас приветствовать. На мое удивление было очень много просьб в комментариях, чтобы я отсняла, как я делала этот макияж в своем видео про неудачный заказ от компании Rigel. Я, если честно, не думала, что кто-то будет просить меня отснять макияж именно из этого видео. В общем-то, я решила исполнить вашу просьбу, поэтому сегодня я буду делать этот макияж, который у меня был тогда. В этом макияже я использовала, в принципе, абсолютно все продукты, которые я использовала тогда. Насколько я смогла вообще вспомнить, что именно я использовала. Почему я вспоминала вообще, в принципе, как я делала этот макияж? Потому что я его делала просто так, на скорую руку, вообще, в принципе, на свой день. И я не планировала делать какой-то макияж именно для видео. Я просто делала макияж. Для многих это покажется, в общем-то, довольно-таки тяжелым макияжем, потому что здесь присутствует и контурирование, и тональный крем, и тени. Но для меня это довольно-таки привычный макияж. Я очень часто делаю такого плана макияжа. В общем-то, если вы являетесь одним из тех людей, которые просили этот макияж, тогда продолжайте смотреть. Начну я, в общем-то, с бровей. И беру я вот такую пудру от Clorans. У меня еще пока что в старой версии. Я немножко перекрываю тот татуаж, который у меня остался. То, что не удалилось лазером. Я все еще хожу на процедуры. Беру свой карандаш от Giorgio Armani в оттенке 3. И начинаю заполнять. Для основания я всегда беру карандаш посветлее, чтобы сгладить сильный переход вот в этой части. Теперь я возьму вот такой карандаш от Dior. Оттенок 002 Dark Brown. Он идет с щеточкой. Подчесываю волоски наверх. И буду заполнять бровь. Почему я беру темнее с уголка? Потому что у меня сделан татуаж. И он довольно был темный. И светлым карандашом от Giorgio Armani, к сожалению, эту зону не перекрыть. То есть будет все равно виден вот этот переход от татуажа к своей собственной коже. Поэтому я беру карандашик потемнее и прорабатываю, в общем-то, остальную часть брови. Стараюсь не трогать основание. И другую бровь. Теперь я беру базу от Tom Ford. В единственном оттенке беру кремовую часть и наношу на все веко. Беру любую пушистую кисть. Беру верхнюю часть, вот эту пудровую. И пройдусь по веку. Это для того, чтобы любые тени, которые вы положили, лучше растушевывались. Кстати, эта база, как я и говорила, ничего не перекрывает. То есть все венки видны. Иногда я этот макияж делаю совсем без использования базы под тени. Потому что тени, которые я использую, они очень хорошие, качественные. И очень редко, когда они куда-то скатываются. Теперь беру свой любимый лайнер от Tom Ford в черном оттенке. И возьму ту часть, где фетровый кончик. И пройдусь по ресничной зоне. Карандашом не всегда получается подлезть так близко к ресничкам, как это делает этот лайнер. Дальше я беру карандаш для глаз. У меня это от Lancome 01 Noir. Черный. Он никакой не водостойкий. Это абсолютно обычный черный карандаш. И делаю стрелочку. Стрелочку делаю такую достаточно мягкую. Без четких краев. Беру скошенную кисточку. В общем-то это может быть абсолютно любая скошенная кисть. И буду немножко эту стрелочку как бы подтушевывать. Я в последнее время очень редко делаю какие-то четкие стрелки лайнером. В основном это вот такие карандашные стрелочки. Которые легко нарисовать. И легко подправить. Если вдруг что-то пойдет не так. Потому что я знаю, что у многих девушек со стрелками в общем-то проблемы. Сильно я не заморачивалась тогда с этими стрелками. Теперь я возьму свою любимую палетку Какао Мираж. Выглядит она вот так. Я брала растушевочную кисть от MAC номер 217. Светло-коричневый. И в общем-то затемняла складку. Возьму кисть бочонок. У меня это Томфорд номер 14. И беру темно-коричневый вот этот матовый цвет. И еще чуть-чуть посильнее затемняю складку века. И растушевочной кисточкой, на которой есть остатки в общем-то другого цвета, я подтушевываю. Сильно далеко темный цвет я не заводила. Что у меня было еще на глазах? У меня был хайлайтер. Точно. Единственное, что я его добавляла в самом конце, когда уже полностью лицо было сделано. Я брала вот этот хайлайтер от Yves Saint Laurent. Что я делала? Я наносила вместо теней. То есть вот сюда на внутреннюю часть глаза. Побольше. И в общем-то практически по всему веку. Я наклеила реснички. Как всегда у меня это мои любимые Эйлюр. Люкс Камео. Когда мне совсем лень клеить ресницы, возиться в общем-то с этим клеем наклеивать, ждать и так далее. Я использую магнитные реснички. Здесь они у меня уже соединены в одну. Я перед тем, как их ставить на свои ресницы, их разъединяю. Не разделяю по вот этим секторам. Это тоже Эйлюр. И они очень классные. Они напоминают вот эти. Только единственное, что они еще чуть-чуть более короткие. Они, конечно, так хорошо не прилегают, как эти. Потому что эти вы прямо ставите. Они идут по вашему глазу. А эти, они такие, ну как бы, ну держатся. Но если близко посмотреть, то иногда можно увидеть, что не сильно они прилегают. В общем-то, когда у меня все готово с глазами и бровями. Ну практически все готово с глазами. Тогда я начинаю наносить тональное средство. Тональное средство в том видео у меня было от La Prairie. Вот такое у меня оттенок Almond Beige. Он такой слегка загарный. В общем-то, когда мне нужно, чтобы моя кожа выглядела хорошо, я обращаюсь именно к этому тональному средству. Оно легко разносится по лицу. И никаких, в общем-то, проблем с ним у меня не возникает. Разношу я кисточкой от Shiseido для тональной основы. Сейчас этот оттенок очень хорошо мне подходит. Я знаю, очень многие любят делать сначала тональный крем, потом все остальное. Я делаю немножко наоборот. Так как эта кисточка очень удобная, здесь такой острый кончик, я, в общем-то, могу этим тональным средством пройтись где угодно. Потом у меня шел консилер. Консилер я брала в оттенке 2,5. У меня это Touch Eclat, обычный, классический. Разравниваю все пальчиками или бьюти-блендером. Но когда тороплюсь, в общем-то, это происходит пальцами, потому что я не всегда могу найти свой бьюти-блендер, куда я его там положу. Потом я брала второй оттенок. Такой, как бы, небольшой контуринг я делаю на носу. Здесь у меня обычно стоит довольно светлый хайлайтер, поэтому я редко ставлю Touch Eclat сюда на скулу. Но иногда, редко, но бывает. В общем-то, пальчиком все это разравниваю. Сейчас я снимаю видео, естественно, это все дольше, но на самом деле это происходит вообще мега быстро. Следующее у меня идет контурирование. Я беру свою любимую палетку от Tom Ford Shade & Illuminate в оттенке Intensity 2. Беру кисть от Tom Ford номер 04 для контурирования. Не понимаю людей, которые говорят, что это средство плохо тушуется. Оно прекрасно тушуется. Можно сделать очень быстро себе контуринг. Я не знаю почему, но очень часто среди русскоязычных блогеров, я не понимаю, почему так происходит. Вернее, я, может быть, даже и понимаю, почему это происходит. Очень принято хаять все дорогое и хвалить все дешевое. Я не из таких людей. Мне кажется, не было лучше контурирующего средства, чем это. Пудрила свое лицо. Пудра у меня, как всегда, от Yves Saint Laurent. Это у меня Soufflé d'Eclat и это оттенок 03. На лице эта пудра абсолютно прозрачная. В общем-то, последним штрихом у меня был вот этот темно-коричневый оттенок матовый. Немножко смешан с этим. И я просто прошлась немножко вот в этой зоне. Буквально вообще капельку. Там на видео даже, скорее всего, не особо было видно. Буквально, чтобы, знаете, продолжение макияжа было. Также, само собой, у меня была тушь на нижних ресницах. Хайлайтер я наносила очень хорошо. Я наносила на скулы, само собой. Хайлайтер у меня, в общем-то, был практически везде. Я брала вот эту оригинальную кисточку, которая шла в комплекте. Брала само средство и проходилась под бровью. Вот так. В принципе, заходила на практически весь свой макияж. Что еще у меня было? Еще у меня был нанесен гель для бровей. У меня от Шарлотты Телбери. По-моему, это самый темный оттенок. Я не помню, как он называется. Я его наношу в самую последнюю очередь, после того, как припудриваю в чем-то свое лицо. Ну, в общем, после всех сухих продуктов, которые я наношу на свое лицо, чтобы эта пудра как-то не высветляла мои брови. Ну, и, в общем-то, самое последнее, что я наносила, это была вот такая помада от Tom Ford из серии Lip Color Matte. И это оттенок номер 37 Best Revanche. Я не знаю, будет вам видно или нет. Одна из моих новинок. Это очень красивый, ярко-ярк-красный цвет, который очень круто выбеливает зубы. Наносила я ее прямо из тюбика, поэтому сейчас, в общем-то, буду делать то же самое. Я не могу, этот конфетный запах, это просто нечто. Я обожаю, как пахнут помады Tom Ford. У меня не было никакого карандашного контура, я просто наносила саму помаду. Если контур у меня как-то неудачно ложится, я беру вот такую кисточку от Tom Ford. Это номер 21. Это кисть для губной помады. Я беру немного самой губной помады и прохожусь еще по контуру, чтобы у меня контур был более четкий. Все-таки красная помада обязывает, чтобы был четкий красный контур. Ну, в общем-то, вот такой макияж у меня был сделан тогда в том видео. Пробор у меня был сделан так. У меня был хвостик назад, сделан обычной резинкой. Единственное, что сейчас дневной свет, поэтому это все кажется слишком, как бы, too much. Там это было немножко приглушенно, потому что, во-первых, у меня не было этого круглого освещения, не стояло. Был вечер, была ночь даже, по-моему, если я не ошибаюсь, я ночью как-то села снимать это видео. Видео, оно все-таки дольше, но в жизни я все это делаю намного-намного-намного быстрее. Я сейчас отключила свое круглое освещение, чтобы вы видели, потому что, возможно, вам покажется, что этот макияж сделан не совсем верно, как в том видео. На самом деле он сделан именно так, просто из-за круглого освещения это все выглядит ярче и немножко более вызывающе. Вживую, вот я смотрю на себя в зеркало, у меня зеркало там, у меня зеркало там, у меня везде зеркало. Я смотрю на себя в зеркало, и вживую это выглядит очень-очень даже носибельно, в общем-то, как и в том видео. В общем-то, сам по себе макияж очень простой. Если убрать всю вот эту тавтологию, про то, что я использую и как, то, если сказать вкратце, у меня сделана обычная стрелка, растушеванная. Я не всегда ставлю тени, я немножко затемняю иногда уголочек глаза. Очень много хайлайтера я положила, брови оформляю я как обычно. Тональное средство, немного контурирования, хайлайтер везде и красная помада. В общем-то, это все, что вам нужно для того, чтобы сделать, в принципе, такой же макияж. Вам не обязательно использовать прям 100% такие же продукты, вы можете использовать то, что у вас уже есть. Все, что я смогла вспомнить, я наносила. Сейчас, может быть, он не очень похож, потому что у меня рука, в общем-то, лежит по-разному, скажем так, да, вот как лежит рука художника, так он и рисует. Со стопроцентной точностью повторить дважды одно и то же очень тяжело. Я, конечно, очень постаралась. У меня очень много, кстати, отснято уже видео, и я никак не могу их залить, потому что их нужно отредактировать, это занимает очень много времени. Я очень извиняюсь, что я так часто отсутствую на YouTube. В любом случае, я надеюсь, что вам было интересно это видео, надеюсь, оно для вас было полезным. Если вам понравилось, обязательно ставьте пальцы вверх или лайки. Если вам нравится контент моего канала, обязательно подписывайтесь. Ссылку на свой Instagram я оставлю внизу, также подписывайтесь и там. Если будет желание, ну и, конечно же, желаю вам доброго времени суток, когда бы вы не смотрели это видео. И, конечно же, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok